Все те, кто когда-либо имел дело с ремонтом, знают, что white spirit – это технический спирт, способный стереть любое пятно, краску, замасленность. Те же, кто интересуется современным искусством, знают, что Дмитрий Дюльфан создает высокотехнологичные light световые объекты. То есть white spirit – его обычный подсобный ингредиент, материал. А еще все были накануне наслышаны, что Дюльфан расписался. И вот выставка, персональная в галерее худпрома с названием «Белый дух-white spirit», где действительно предстала новая живопись и объекты. Причем живопись, вопреки названию, очень колористично, разноцветно и мифологично. Смело смешивая всевозможные культурные цивилизации от монгольского шаманизма, буддизма, неведомого язычества, похоже, вымышленного до золота майя, Дюльфан утверждает, что… Вообще, как бы, постмодернизм – вообще это синтез. То есть я постмодернистский художник, видимо, там, с 89-го года, да. Но, на самом-то деле, как бы, вот эта вот, как бы, как бы коллажность постмодернистская, ирония, она, конечно, присутствует. Но, с другой стороны, люди обычно играют с постмодернизмом как с социальным направлением. А я пытаюсь с ним работать как с эзотерическим направлением. Следуя давней традиции украинского постмодернизма, смешение всех возможных культурных пластов для выражения основной идеи, давая полотнам и объектам поэтические названия, Дюльфан утверждает не всеядность, хотя большинство его лайт-объектов выглядят то ли плотоядно, то ли заманчивыми подводными кораллами. Он утверждает, что еще не поздно, никогда не поздно, отправиться в путешествие вглубь себя, где могут и сосуществуют миры. А написанные всеми живописцами города лонжероновские шары надели белки глаз зрячего человека или попросту белый творческий дух бытия.